друзья всем привет привет всем всем кто сегодня с нами в онлайне у нас заканчиваются новогодние каникулы выключил трансляцию выключил звук у себя на компьютере вижу что все светится что все здорово все тогда я у себя отключил да друзья давайте еще раз так начнем всем привет привет после затяжных новогодних каникул после затяжных новогодних праздников безумно по всем вам соскучился очень рад вас всех сегодня видеть давайте пожалуйста проявите активность в чате кто нас смотрит вконтакте обязательно переходите по ссылочке по ссылочке на youtube потому что весь наш сегодняшний с вами общение весь чат он будет исключительно на ю тубе поэтому друзья подключаемся давайте кто уже на ю тубе обязательно отметьтесь в чате чтобы я видел что вы с нами все все отлично вижу михаил юрий супер давайте ждем друзья всех кто подтягивается потому что многие мне пишут то что кто-то едет с работы сейчас кто-то еще на работе надеюсь то что все у нас сегодня кто хотел попасть на наш первый я надеюсь это станет доброй традиции регулярный разбор все сегодня с нами здесь на связи все отлично вижу резида максим студия вип эдуард илья все отлично друзья вижу connect есть все произошло сейчас пока мои помощники готовят окончательный список всех наших участников сегодняшнего онлайн разбора немножечко расскажу про формат да как это все будет происходить сейчас мы готовим список где по очереди будут все кто заявился на наш онлайн разбор дальше мы будем использовать генератор случайных чисел да указав тот диапазон то количество людей которые зарегистрировались и после чего будем собственно переходить на выборное число смотреть кто у нас по списку переходить на страницу этого человека проверять сделали он действительно репост выполнили ли он условия нашего разбора и после этого уже тогда переходить к просмотру роликов специально скажу друзья я не стал их смотреть заранее я абсолютно так же как и вы в режиме онлайн да мы будем выводить мой экран в эфир и я вместе с вами буду на них смотреть на эти ролики в первый раз и вместе с вами будем их разбирать я выскажу рекомендации как ваши работы приносили наибольшую пользу для ваших клиентов чтобы вы могли соответственно как я всегда говорю продавать по цене более и повышать чек на свои услуги я надеюсь что после нашего с вами сегодняшнего эфира качество ваших видео и главное их эффективность для ваших клиентов потому что сфера видео для бизнеса это как раз таки не про красиво это про достижение того результата который перед вами тот той цели которую перед вами ставит клиенты того результата который вы можете ему дать все отлично отлично михаил гордеев спрашивает будет смазливо или жестко миша но если выпадет твое число и будут твои работы то обещаю тебе будет с тобой жестко все уже начинаем спрашивает нас в от и рари ум во сколько начало все 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 уже начинаем олег ковальчук все с нами все с нами все супер начинаем эдуарду тоже привет так давайте друзья посмотрим сколько у нас уже в списке человек вот давайте чтобы не ходить вокруг да около последние приготовления кратенько расскажу о себе потому что вдруг вы не были на моих эфирах меня зовут алексей левин продюсер и основатель студии ru vision работаем с 2011 года в сфере корпоративного видеопроизводства находимся в городе челябинске собственно наши все работы есть на том канале с которого идет это онлайн трансляция поэтому если вы до сих пор на него не подписаны подписывайтесь смотрите портфолио у нас сегодня такое маленькое торжественное событие мы переехали в новый офис да те кто с нами уже давно видят то что студия почти не изменилась и мы в ближайшее время добавим дополнительных источников света сделаем все еще более современно более по-молодежному и будем вас радовать новыми стримами новыми эфирами и новыми гостями а переехали в новый офис так что все кто в челябинске welcome милости просим в гости все кто не к челябинске заезжайте обязательно улица свободы 2 корпус 5 все мне коллеги подсказывают что с каждой секундой становится у нас участников больше и давайте прямо сейчас мы быстренько смотрим смотрим все александр орлов всем хай юрий кроликов роликов да все давайте пожалуйста пока у нас добавляются новые люди в нашу табличку секундочку все давайте выведем таблицу в эфир полина дайте мне какой-то знак рукой то что таблицов вами табличка как я и говорил собственно наш сегодняшний онлайн разбор номер по порядку вот мои ассистенты сейчас добавляют новые ролики и страница вк ролик и ссылка на сайт все у нас сейчас пока в списке от 1 до 8 сейчас новые новые подходят вот максим рогожников уже появляется в нашем списке но давайте друзья чтобы нам с вами уложиться во временной лимит в два часа сейчас быстренько начнем и из первой восьмерки узнаем кого сейчас будем разбирать число 7 поехали антон очи коллов надеюсь правильно почти прочитал все как говорил проверяем выполнение условий переходим на страничку на страничку переходим явно антон у нас условия не выполнил да друзья как я и говорю условия нужно соблюдать поэтому двигаемся дальше но антона есть шанс еще и справиться так все вижу у нас уже девять списке людей соответственно число 6 кто нас под цифркой 6 екатерина маркова волкогонова все друзья пардонте сразу если кого-то не так прочитаю так все отлично екатерина условия выполнила вот этот пост который необходимо было себе сделать репостик на стену поэтому друзья все кто не сделал обязательно успевайте и соответственно смотрим ролик екатерины так сразу я проверить тоже хочу была ли у екатерины какая-то аннотация к ролику чуть позже об этом расскажу так у екатерины не было просто ссылочки соответственно все вот вижу по ссылочке переходим и вместе с вами смотрим ролик давайте сейчас прям проверим если у нас звук с ролика так звук есть коллеги так чуть-чуть мне подсказывают сделать потише так давайте сделаем вот так вот отлично и не будем включать автовоспроизведение чтобы у нас не заиграл с вами вился ком так мне подсказывает сергей под номером 7 блажейрина проверяем 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 да кстати действительно была ирина так ну давайте друзья тогда пойдем раз уж сейчас номер 6 у нас мы все проверили и смотрим соответственно ролик все давайте запускать так я могу сам звук слышать добавлю то вот вот так друзья был ли звук звука нет звука нет звука нет все говорят так давайте проверять полина давайте проверять я сейчас еще раз тогда включу этот видеоролик по кругу и полина пока попробует победить звук нужно в миксе указать еще один источник так друзья если звук друзья пожалуйста напишите если звук кирилл обнови страничку потому что у всех остальных звук есть так ну я думаю андрей никитин не стал бы нас обманывать поэтому друзья да 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 обновляйте обновляйте пожалуйста плеер чтобы полина почему растянутая у нас картинка в эфир выдается ну давайте тогда весь экран захватим друзья да надеюсь сейчас будет у нас картинка получше не такая растянутая левин есть ролика нет так друзья давайте еще раз проверяем звук 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 надеюсь то что он появится полина пожалуйста сделайте для наших ребят все возможно так ну с меня то звук есть судя по петличке звук есть все там уже михаил просит в чате говорит полин звук давай пожалуйста так 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 полина прям все смотрят на тебя потому что он у тебя входит через вход в компьютер посмотри что у нас выходит в эфир посмотри в микси с каких каналов уходит звук в эфир так друзья давайте еще раз проверим все таки со звуком историю дайте обратную связь пошумите интрига интрига меняйся с полиной местами полина следующий разбор за тобой так давайте друзья попробуем немножечко такой вот так андрей напиши обязательно комментарий потом в паблике и оповестим тебя когда будет следующий разбор так давайте друзья на крайние меры пустимся сейчас попробуем сделать с вами вот так если звук сейчас так друзья быстренько быстренько отметьте что звук пошел мы его будем захватывать кустарным методом с петли все отлично звук есть ролика нет все отлично тогда еще раз пускаем в эфир ролик и поехали а 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 и Продолжение следует... Так, как пиратка в кинотеатре. Друзья, да, ну, собственно, поехали тогда по обратной связи Екатерина. Екатерина, ну, смотрите, объективно, собственно, по плюсам, я думаю, все очевидно. По минусам давайте пройдемся. Ролик абсолютно... Как мне кажется, задача этого ролика продать услуги архитектурного бюро. Тех ребят, которые могут делать дизайн, дизайн помещений, квартиры, прочего, прочего, прочего. Я сейчас звук отключу. И, собственно, насколько, как вам кажется, по пятибалльной шкале оцените то, как вам кажется, поставленную задачу решает конкретно этот ролик. Мне кажется, что его можно существенно усилить тем, что привнести сюда, помимо, конечно же, вот этих вот взятых из интернета картинок, которые наверняка точно не являются портфолио данной студии. Собственно, это и ключевой минус, то, что ролик, ну, на самом деле ни о чем. Это просто перечисление каких-то стилистик, которые можно... в которых может работать эта дизайн-студия. Это перечисление тех локаций, которые эта дизайн-студия может создавать. Квартира, офис, коттедж. Но абсолютно не раскрывается преимущество конкретно этой дизайн-студии. Чем эта дизайн-студия отличается от десятков, сотен, тысяч других студий, которые представлены, условно говоря, в этой географии. Если мы рассматриваем, что дизайн-студия работает исключительно в рамках ограниченной географии, например. То есть абсолютно никаких преимуществ дизайн-студии здесь не изложено. Не изложено количество лет на рынке, опыт, какие-то регалии, какие-то заслуги, какие-то награды. И может быть, они на самом деле, все эти вещи-то есть. То есть это студия, которая не вчера создана, но вот по каким-то причинам этого ничего в ролике не сказано. Соответственно, вы, как создатели корпоративного видео, должны уметь смотреть на свои работы со стороны зрителя. Со стороны того потребителя, который платит вашему клиенту деньги. То есть все вот эти неудобные вопросы вы, как авторы, должны задавать каждой из своих работ. Соответственно, здесь абсолютно этот ролик ничуть не информативнее, чем тот же баннер какой-нибудь в контекстной рекламе, который выскакивает в RCA и прочее. То есть никаких преимуществ конкретной дизайн-студии не донесено. Никаких отличительных особенностей. То есть в восприятии аудитории это абсолютно такая же студия, что и везде. Может быть, это вообще вчерашние студенты, которые только вышли на рынок и не обломались, потратили 5-10 тысяч, заказав вот такой ролик исключительно из футажей, купленных на VideoHive. Поэтому мне кажется, что здесь его существенно можно улучшить преимуществами данной студии, дикторским голосом. Конечно же, поскольку дизайн-студия – это экспертный бизнес, здесь не хватает образа автора, личности. То есть что за люди стоят за этим бизнесом, как они выглядят, как они относятся к своей работе. Да, всем этом тоже можно было бы сказать. И, конечно же, ничто не продает лучше, чем кейсы. Поэтому обязательно можно было прям, нежели чем выпускать такой ролик, сделать, например, серию роликов или нарезку из нескольких роликов видеокейсов, чтобы показать, как было помещение до того, как пришли туда дизайнеры и каким оно стало. Да, и показывать, конечно же, не фотографии, натыренные с интернета, а исключительно те визуалы, да, те кадры, те фотографии, которые сделаны на реальных объектах этой дизайн-студии. Да, друзья, поэтому присоединяйтесь к дискуссии. Вот мне даже коллеги подсказывают, что на самом деле даже бесплатно можно скачать шаблон. Да, поэтому вот мультибисер пишет, а если клиент именно такой хотел и в ТЗ именно это, как быть объективными. Поэтому, друзья, чтобы нам при разборе с вами быть объективными, важно понимать контекст, контекст, да, то есть те условия, тот ТЗ, который оставил заказчик, я видел то, что в комментариях кто-то из вас писал рядом со своими работами ту задачу, которую необходимо было решить. Это на самом деле ключевое. Тем, кто у нас до конца эфира сегодня будет, обязательно в конце расскажу, почему так важно задавать контекст, да, при демонстрации своих работ. Обязательно это расскажу, когда будем разбирать ваши сайты. Поэтому Екатерине желаю удачи в развитии, Екатерину добавляем в друзья, и давайте с вами двигаться дальше. Так, сколько у нас? Ого, у нас уже 20-20 участников нашего онлайн-разбора. Все отлично, то есть, Александра, подскажите, нам стоит еще ждать новых участников? Все, отлично, Саша подсказывает, что новых не будет. Так, Полина, дай экран. Все отлично, от 1 до 20, и генерируем новое число. Число 1. Все, число 1, смотрим, кто у нас. И под первым номером наш друг Константин Орехов. Все, Константин Орехов, смотрим выполнение условий разбора. Отлично, пост есть. Так, и, соответственно, переходим дальше. Видеоролик, ничего себе, целых 8 минут. Ну, Константин, да простишь ты нас, 8 минут смотреть не будем. А, Полин, сделайте, пожалуйста, весь экран, чтобы у нас геометрия не искажалась при захвате. Так, а я постараюсь, может быть, даже сделать вот так. Все, друзья, вы тоже можете в комментариях писать. Все отлично. Первый гипермаркет мебели. Мы крупнейший интернет-магазин мебели на Урале и активно развивающаяся розничная сеть магазинов мебели по всей России. На мебельном рынке мы работаем уже 15 лет. К 2018 году мы насчитываем более 500 магазинов партнеров в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях, Хмау, Янау, Республике Башкортостан и Казахстане. Собственная розничная сеть магазинов «Первый гипермаркет мебели» представлена в Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Кургане и в Москве. За последние полтора года мы открыли 17 магазинов. Мы предлагаем уникальный для российского рынка формат «Вся мебель в одном месте». Нашим клиентам мы предоставляем возможность выбора мебели из самого широкого ассортимента. Интернет-магазин. В сети интернет наша компания представлена как гипермаркетмебели.рф. Гипермаркетмебели.рф – это самый крупный мебельный онлайн-магазин на Урале с ассортиментом более 79 тысяч наименований товаров от 200 фабрик-производителей. Основные критерии – качество мебели, цена, сроки поставки, востребованность на рынке, актуальность ассортимента. Наши покупатели могут ознакомиться с полным ассортиментом, посмотреть фотографии нашей продукции, почитать подробное описание, узнать характеристики мебели, ознакомиться с отзывами других клиентов. Оформить заказ можно в один клик. Розничные салоны. Наши салоны представляют собой уникальный формат. Небольшая площадь магазина, на которой представлен наудивит. Месяц назад приобрели шкаф. Доставили в течение двух дней. Спасибо большой компании «Первый гипермаркетмебеля». Очень привлекательные цены. Сегодня пришел выбирать кровать. Мне порекомендовали этот магазин друзья, они приобретали здесь спальню. Я посмотрела на сайте. Действительно, очень хороший выбор, шикарные цены. Пришла приобрести мебель для себя. Хороший персонал, большой выбор. Рекомендую. Первый гипермаркет мебели. Мы обращаемся не первый раз. Покупали мебель, шкаф. Сейчас пришла очередь выбрать кухню. Нас устраивает качественная сборка мебели, быстрая доставка, срок. Мы очень счастливы и довольны этим магазином. И всем желаем посетить его и выбрать мебель. Офлайн каналы продаж. При этом мы сохранили интернет-цены и в рознице. К чем-то. Склад. Первый гипермаркет мебели. Франчайзи и партнерским магазинам. Хиты продаж всегда в наличии на складах. Благодаря этому наши клиенты могут получить мебель уже в день заказа. Наличие современной системы. Константин, спасибо. Так, давайте переключим на камеру. Все отлично. Так, так, так. Друзья, быстренько смотрим, что вы писали в чат. Вижу, Элина Фурман у нас появилась тоже. Неплохо, неплохо. Вся мебель в одном месте и посидеть. Икея. Да, MadMond мы стримим с моего ноутбука, с Mac через TeamViewer и через VMX, который у нас на PC. Давайте пробежимся по этому ролику. Не буду скрывать, Константин выпускник нашей школы RuVision. Поэтому, конечно же, в этом ролике огромное количество плюсов. И есть, конечно, момент ключевой, на который стоит обратить внимание. И, собственно, ключевой минус, который я вижу как специалист в этом ролике. Но я думаю, что это абсолютно не вина Константина, а вина, скорее, заказчика и технического задания. То есть ключевое, что также важно знать при разработке видео для бизнеса, то, что у каждого видео есть своя аудитория. И очень важно на этом фокусироваться. Потому что большинство клиентов, вам как продакшену, озвучивая техническое задание, они могут совершенно этого не понимать. Потому что клиента понять можно. Клиента понять можно с точки зрения, что клиент тратит деньги. И он, конечно же, хочет получить за эти деньги максимум пользы от продакшена. То есть, если снимать ролик, то обязательно в этом ролике должно быть абсолютно все про компанию. И сколько складов, и как давно на рынке, и что могут, какое удобство есть в интернет-магазине. И склад, и логистика, и как развивается франчайзинговая сеть, и обучение менеджеров, и все-все-все на свете. Потому что они тратят деньги, и они хотят разом решить огромное количество задач, инвестируя конкретно в этот проект. Но это абсолютно неправильно с точки зрения именно поведенческого сценария пользователя. Потому что важно понимать, существует некая, условно говоря, цепочка маркетинговых касаний. То есть, это то, где аудитория наших с вами клиентов взаимодействует с информацией о наших клиентах. Да, и то есть, здесь вам, как продакшенам, очень важно понимать, в каком именно месте, в рамках этой цепочки, да, там, будет располагаться это видео. Где оно будет контактировать с целевой аудиторией. И поэтому очень важно, чтобы то сообщение, которое заключено в ролик, оно было максимально емким и максимально сфокусированным именно на этой аудитории. То есть, условно говоря, сейчас у зрителей, да, аудитория этого ролика очень сильно размыта. Это могут быть, как, собственно, клиенты. Клиенты, зашедшие на сайт первого гипермаркета мебели. Также это могут быть акционеры. Те люди, которые, как бы, вложили свои деньги в этот бизнес. Которым важно узнать, что сейчас, там, условно говоря, за год, там, за 15 лет прошло в жизни компании. Также это могут быть соискатели. Те люди, которые придут устраиваться в первый гипермаркет мебели. Также это могут быть будущие франчизи. Те люди, которые могут купить франшизу первого гипермаркета мебели. И так и так, то есть, этот список почти до бесконечности можно продолжать. И это, как раз-таки, главный минус этого ролика. Но, опять же, повторюсь, что это, возможно, вина не Константина, а вина именно технического задания и заказчика. Потому что в этом ролике все для всех. То есть, ни о чем и ни для кого. То есть, когда потребитель начнет смотреть этот ролик, он поймет, что здесь очень много лишней информации, которая абсолютно для него не предназначена. Исходя из этого, он просто никогда 8-минутный этот ролик не досмотрит и, возможно, упустит те важные вещи, которые, например, расположены в конце ролика, которые бы повлияли на его принятие решения в пользу именно этого магазина. Поэтому, друзья, обязательно, создавая ролик, четко представляйте, кто его будет смотреть, что важно для этой аудитории. И если приходит к вам заказчик вот с таким вот размытым техническим заданием, все для всех, и хочу максимум за свои деньги снимать, так снимать, не спорьте. Лучше предложите отснять полностью весь фильм, но потом смонтировать его исключительно под каждую задачу. Чтобы отдельно был ролик, там, обзорная кампания для, условно говоря, соискателей, для тех, кто придет устраиваться на работу. Отдельно ролик для посетителей сайта, да, который именно важно исключительно узнать там про юзабилити сайта, про возможности сайта, про сроки доставки, про качество сборки и прочее, прочее. Плюс, небольшая еще в заключении ложка дегтя, видеоотзывы в корпоративном видео, это всегда такой очень тонкий момент, потому что конкретно здесь, конечно, вот эти вот актеры, не актеры, как я люблю говорить, они подкупают, они подкупают своей, ну, ненаигранностью, что ли, вот, и своей вот этой вот самобытностью, когда девочка там себе полвеса шариком заслоняет и прочее. Это, конечно, здорово, но теперь представьте с точки зрения, как бы как в голове зрителя должны развиваться события, что, условно говоря, есть гипермаркет мебели, который снимает про себя ролик, и тут ни с того ни с сего в магазине оказываются люди, которые на камеру говорят, вот я покупала, пришла еще купить. Но это же как бы выглядит абсурдно. Зачем? Я прекрасно понимаю, как работает наш с вами жанр, что в любом случае это все постановочно. Но так лучше тогда не выбирайте в качестве локации для съемки видеоотзыва конкретно там магазин вашего клиента, производство вашего клиента, если его клиенты используют в другом месте его продукцию. То есть, условно говоря, в данном контексте я бы что посоветовал? Снять, например, видеоотзывы на кухнях у этих людей, на диване, в зале. То есть пусть это будет домашняя обстановка, пусть будет этот диван уже не первой свежести, но при этом это будет гораздо более достоверно. Поэтому вот таким вот образом я бы посоветовал Константину в будущем, ну и всем нашим участникам оценивать, рассматривать свои проекты и общаться с клиентом, когда мега овер дофига задач пытаются решить одним роликом. Не бойтесь предлагать вот как раз-таки такие вот решения, дробления на небольшие видеоролики под каждую конкретную аудиторию. И, соответственно, друзья, за графику плюс, за выделение смыслов в данном ролике тоже огромный плюс. Костя молодец. Да, я вот соглашусь с Эдуардом Артеевым. Скорее всего, это не для потребителя, а для самого генерального директора или для ЛПР. Так, все отлично, отлично, отлично. Сейчас будем, друзья, с вами генерить следующего нашего участника. Так, обещал также рассмотреть сайт. Да, вот у Кости вижу сайт. Давайте посмотрим, что же за сайт. А пока мы будем смотреть сайт, попрошу моих помощников брать мне водички. Отлично, ну видно, да. Видно то, что Костя где-то точно учился. То, что вы видите, друзья, на первом экране, это называется оффер. Это то первое сообщение, которое видит ваш клиент. И поэтому здесь очень важно донести те преимущества, которые у вас есть в работе. Именно максимально кратко, емко и максимально стараться избежать каких-то пустых слов, размытых вот этой вот воды. Смотрим, что написано у Кости. Сделаю работающее и продающее рекламное видео со спецэффектами в Челябинске и области от 2 до 14 дней. Ну, по-моему, отлично, потому что здесь Костя указывает как раз-таки вот в этом дескрипторе, он указывает то, что он уже ориентирован на результаты, которые это видео приносит. То есть работающее и продающее рекламное видео. Также Костя акцентирует на своих преимуществах то, что это... Давайте сделаем на весь экран. То, что это будет много графики достаточно, спецэффектов. Указывает также географию присутствия, географию работ, где он работает. Это в Челябинске и области. И, соответственно, в качестве тоже УТП, уникального торгового преимущества, он озвучивает то, что достаточно сжатые сроки на производство от 2 до 14 дней. И, соответственно, вот здесь небольшое такое заигрывание со зрителем. Это вот работая со мной, вы получаете хорошее продающее видео, анимацию, логотипы. Все супер. Дальше идут преимущества. Преимущества конкретно этой студии. Преимущества студии Константин Орехов. 7 лет на рынке создания видео, больше 200 проектов. Но вот, друзья, сразу могу сказать, что вот эти все моменты, это уже очень все субъективно и никакой под собой ценности не несет. Поэтому старайтесь вот таких моментов избегать. То есть, если есть еще какие-то смыслы, которыми вы можете похвастаться о вашей студии, обязательно их указывайте. Также вот, пока мы не ушли далеко, телефон в Челябинске указан у Константина. Это немножечко, в моем понимании, это немного плохой тон, когда изначально же Константин, я думаю, себя позиционирует как студия. И, конечно же, необходимо в этом случае для создания дополнительного эффекта, да, то есть, дополнительного, для дополнительной респектабельности указывать городской телефон. Это достаточно просто все делается. Не нужно покупать никаких симок. Можно просто зарегистрироваться в CRM-системе. Мы используем Bitrix24. В нашем курсе тоже об этом рассказываем. Арендуете городской номер телефона в том городе, в котором вы работаете, и, соответственно, на сайт себе прикрепляете уже красивый городской номер. То есть, и ваши потенциальные клиенты, заходя на сайт, видя городской номер, определенный триггер, вызывающий доверие, да, то, что вы не просто фрилансер с мобильником, что вы все равно, у вас есть городской номер телефона. По старинке это все равно работает на восприятие. Здесь Константин, собственно, уже давит на боли аудитории, да, он говорит то, что вы выделитесь среди конкурентов, увеличится минимум в два раза, вы получите профессиональное видео. С одной стороны, это SEO, конечно, запросы, которые может аудиторией забивать поисковики, но с другой стороны, это здесь тоже определенная есть в этом смысловая нагрузка, да, Константин тем самым давит на те боли, которые есть у целевой аудитории. Дальше здесь собраны работы, работы, все понятно. Вот это, друзья, да, Костя тоже отдельный респектоз, многие из нас боятся во всеуслышание, да, в публичный доступ выкладывать цены. Костя молодец, то, что абсолютно правильно сделал, то, что эти цены указал на сайте, да, то есть для многих клиентов это действительно очень важно, заходя на сайт, потому что первостепенный запрос, который у них есть, сколько стоит, потому что очень многие клиенты по определению не ориентируются вообще совершенно в нашем с вами рынке, и поэтому им очень важно хотя бы от чего-то оттолкнуться. И тем самым указывая цену на сайте, Константин отметает нецелевых клиентов, нецелевых лидов, тех, кто будет звонить в вашу студию с неверными ожиданиями, да, хотя там ролик, который там стоит 50 тысяч за 5 тысяч, Костя не будет тратить на них время, не будет разрабатывать предложения, не будет с ними встречаться, не будет заполнять бриф, он сразу на уровне сайта отсортировывает некачественных лидов. Это очень здорово, поэтому, друзья, обязательно такую же штуку сделайте себе, если вы можете как-то стандартизировать, да, или посчитать те работы, и вы знаете то, что за такой бюджет вы в будущем можете сделать такой же проект. Сразу скажу, не обязательно указывать тот чек, за который вы сделали этот проект, указывайте тот чек, за который вы готовы в будущем, в настоящем времени делать аналогичные вещи, потому что вас никто не обязывает здесь писать именно тот ценник, за который вы это делали, потому что есть прекрасная тактика, когда вы для того, чтобы сформировать качественное, хорошее портфолио, работаете по ценам ниже, да, чем это стоит на рынке, тем самым формируете портфолио, и совершенно вы не обязаны в будущем именно за такой чек это делать, да, вам ничего не мешает потом уже повышать стоимость на свои услуги, потому что вы свою цель выполнили, вы сделали качественные портфолийные проекты, и можете уже во все услышание заявлять о своей ценовой политике. Так, шоурил, прекрасно. Для чего нужно продающее видео? Окей. Ну, мне кажется, вот уже сейчас у грамотной аудитории определенная слепота на вот такой подход, на иконке, я думаю, что здесь человек уже плюс-минус понимает, для чего ему видео, заходя на такой сайт. Все отлично. То есть здесь Костя такой достаточно новаторский подход применяет, когда предлагает клиенту очень прозрачная ценообразование, и, собственно, из чего складываются все этапы работы. Все отлично. То есть достаточно конструктивно, все понятно. Я против таких штук. Я против таких вот лид-магнитов, потому что разработка концепции – это тоже штука достаточно интеллектуальная затратная, и делать такие вещи, ну, бесплатно, конечно же, не хочется, поэтому мы студентов нашей онлайн-школы RuVision учим, как, собственно, не работать бесплатно, как не писать бесплатно сценарии. Ну, вот Косте, видимо, до сих пор это нравится. Ответы на часто задаваем вопросы – супер. Вообще, Пушка, такой формат отзывов, не знаю, мне кажется, им давно уже никто не верит, поэтому обязательно записывайте видеоотзывы, выкладывайте видеоотзывы. Потому что вот, ну, я бы никогда в жизни даже это читать уже не стал. Все, отлично. Вот здесь видим супер клиентов, известные компании в регионе. И, собственно, директор и идеолог. Я вот этот бы блок поставил гораздо выше, потому что это очень значимая вещь. Это, как я уже говорил, экспертный бизнес, и, соответственно, как можно раньше надо показывать того человека, который за всем этим стоит. Все, ссылочка на соцсети, у Константина Орехов, все, супер, ты молочина, мне кажется, этот сайт лучше, чем сайты 90% продакшенов. Все, давайте выдавать камеру и пойдем дальше, чтобы всех успеть и будем ускоряться. Да, фоточку надо поменять, да. Кость, сходи в фотостудию и закажи фотосессию. Все, в целом, в целом, вижу, что у нас самый активист, активист, да, за фотофилмс. Надеюсь, правильно прочитал. Самый активист сегодняшнего вечера. Так, отлично. Так, вижу, что у нас 20, да, также осталось участников. Давайте выдаем экран, экран в эфир. Вот, от 1 до 20 и генерируем следующее число, 15. Кто у нас 15-й? Олег Мишунов. Все, идем к Олегу, смотрим выполнение условий разбора. Олег молодец. Определенный Олегу респект, работы еще не видел, но... Да, друзья, кому понравилось творчество Олега, давайте плюсаните в чатик. Напишите, кстати, у нас очень много ребят совершенно из разных городов. Напишите, кто из какого города, тоже интересно. Потом мы так лихо... Так, так, Олег, Олег. Так, Саш, проверьте, пожалуйста, у Олега ссылочку. Потому что я почему-то... О, все, отлично. Так, ну тогда смотрим Олега. Суперинтернет, дом.ру Суперинтернет, дом.ру Суперинтернет, дом.ру Давайте, да, включим камеру. Да, друзья, как вам, как вам ролик? Саш, пожалуйста, актуализируй табличку. Там мне подсказывают то, что еще кто-то у нас появился. Все, видеоут продакшн, видеоут, видоут продакшн. Все, поехали. Соответственно, Олег молодец, мне очень понравилось. Фэшн вообще, мне кажется, это совершенно отдельный вид видео, корпоративного видео. И здесь вообще все абсолютно законы жанра рушатся в таком формате. Выглядит стильно, да, стильно. Клевая музыка, стильный монтаж, классные переходы. Олег, крайне тяжело мне быть объективным, поэтому мне лично очень понравилось. Респектус. Пожалуйста, коллеги, запишите контакты Олега. Я думаю, мы с ним обязательно поработаем по работе с АЕ-шаблонами. Либо не с АЕ-шаблонами. Но я думаю, что в любом случае Олег очень парень стильный и стоит с ним поработать. Все. Все, всех записали, кто у нас подтягивается. И давайте быстренько чекнем сайт Олега. Так, Олег 15 у нас, вот его сайт. Давайте дадим сайт в эфир. Так, ну сайт у нас имиджевый, как мы видим. По сути, это просто сайт портфолио. Поэтому здесь тяжело что-либо сказать. Я думаю, что если стояла задача исключительно выложить свои ролики, чтобы давать визитку потенциальным клиентам. Но опять же, почему я предположу, что визитка явно не про эту историю? Потому что адрес сайта достаточно длинный. И, соответственно, исключительно, наверное, история про переходы из соцсетей и про продвижение через тот же самый Инстаграм. Поэтому оценить сложно. Особенно сайт-визитка, сайт-портфолио. Не знаю, здесь контакты есть, Олега? Нет, я, к сожалению, даже контактов Олега не увидел. Не знаю, вот, если уж мякнуть сюда. Так, видим кучу фоток. Не будем долго на них залипать. Так, ну вот, к сожалению, нет. Отконтактов Олега я тоже не увидел. В избранное добавляем. Все, давайте камеру. Камеру в эфир. Все, друзья, давайте, давайте двигаться дальше. А кто у нас следующий на очереди? Давайте запускаем наш генератор случайных чисел. Так, давайте. 21 мне подскажут коллеги. Все, добавили. Те, кто подошел попозже. 22 уже. Все, 23 уже. Все, 23. Нажимаем сгенерировать. 8. Так, покажите, что у нас 8. Действительно, 8. Все. Все, давайте смотрим, кто у нас под цифркой 8. Под цифркой 8 Максим Рогожников. Отлично. Ой, вру, 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 друзья. Минус мне сегодня за невнимательность. Вот, 8, точно. Антон. Мы, по-моему, Антона уже были сегодня. Антон не выполнил условия. Антон, пардон. Так, ну давайте тогда, да, будем придерживаться порядка 16. Так, 16. Дмитрий Говоров. Надеюсь, правильно прочитал. Проверяем быстренько условия. Все, Дмитрий даже поделился пабликом. Спасибо Дмитрию за это. Будем частично считать, что условия выполнены. И посмотрим, чем нас Дмитрий сегодня удивит. Угу. Дмитрий Говоров. Дмитрий Говоров. Камеру. Ну прям нам сегодня везет на фэшн-ролики. Ну, крайне сложно такие штуки оценивать. Исключительно имиджевая штука. Исключительно вообще не про продающее видео. Как таковые преимущества донесены исключительно в том, что это собственное производство. Я вот специально сейчас еще фоном быстренько промотаю это видео для себя. Видно то, что действительно это собственное производство у ребят. Видно, что собственная разработка эскизов, да. И, собственно, собственная вышивка. Скажи три раза слово собственное, получи приз. Ну и показываем, что это исключительно хендмейт. В том числе хендмейт и помимо машинной какой-то вязки. Ну, собственно, да. Слово поразит сегодняшнего вечера, собственно. Друзья, как вам? Как вам? Да, согласен, что информации действительно, увы, мало в ролике. Ну, мне кажется, возможно, это оправдано текущим жанром. То, что именно это хотел показать нам с вами Дмитрий. Так что, Дим, отличная работа, мне кажется, для своего жанра. Плюс, ну, мне не хватило новомодных переходов, динамичных. Но, возможно, они у вас тоже оскомину уже набили. В целом, я бы добавил, наверное, чуть побольше саунд дизайна. А так вот все хорошо. Да, сразу говорю, ребят, то, что фэшн ролики – это отдельная история. Обалдеть. 28 участников у нас уже с вами. Давайте 28. И 27. 27. 27. Кирилл Софиулин. Кирилл, давай смотрим, смотрим, выполнили. Так, отлично, условия выполнено. 41 минуту назад. Окей, пусть будет так. И смотрим, что ты для нас приготовил. Друзья, если вы тоже заинтриговались, когда увидели название ролика «Массаж от Марго», то, соответственно, тоже давайте как-то отметите в чат, напишите огонь. Мне кажется, ролик с таким названием я бы точно посмотрел уже только из-за названия. Но давайте посмотрим на сам ролик. «Массаж от Марго». «Массаж от Марго». Марго помогает восстановиться мне после тяжелых тренировок и соревнований. Я еще попробую Коби Липов, у вас будет хорошая стихка. Ну, господин Жуков, спасибо за рекомендацию, а я-то подумал, да, я даже, друзья, предположить не мог, что у нас такой сегодня с вами веселый получится онлайн-разбор. Да, друзья, пожалуйста, как-то смайликами отреагируйте в чате, мы здесь просто за животы все держимся с командой RuVision. Действительно, зачет с точки зрения технического исполнения, я думаю, здесь как бы все понятно, что стоило выбрать какие-то локации покрасивее, хотя в наших с вами городах покрасивее сложно выбрать, поэтому, возможно, просто не стоило конкретно зимой такой сюжет в ролике изображать. Конечно, здесь понятен понт с Хаммером, было желание понтануться, давайте включим экран, я буду перематывать, какие-то моменты еще прокомментирую. Да, видимо, надо было обязательно, как говорится, освоить бюджет заказчика и вставить кадры с коптером абсолютно здесь, ну, мне кажется, не совсем уместные, да, потому что… Потому что здесь они не несут какой-то суперхудожественной ценности, а адрес можно было обыграть совершенно иным образом, да, и вот это вот… Я даже не знаю, что это за слово сейчас. Тони Шоп, розовым на сером. Первое, то, что у меня возникает в воображении, это точно не Тони. Другой Шоп. Другой Шоп, и, соответственно, и так как бы название провокационное, еще и пуская в кадре соответствующие триггеры и намеки, мы тем самым, друзья, немножечко в другую сферу склоняем нашего клиента. Поэтому будьте всегда внимательны вот за такие моменты. Да, да, Маргарита, ну, действительно, тема такая очень скользкая, по крайней мере, в начале ролик точно так интригует. Наверное, это была одна из целей данного автора. Не знаю, я бы, собственно, начал ролик, возможно, бы с каких-то вот таких более движух в качалке, либо какие-то записи из соревнований, с обозначения проблематики. Но в данном случае это какой-то больше формат имиджевого видео. Я бы не сказал, что продающее, потому что здесь нет никаких рациональных особо смыслов, да, здесь исключительно вот некая просто такая рекомендация или, как я бы даже иначе сказал, может быть, в какой-то степени лайф-плейсмент от вот господина Жукова. В целом идеи, много хороших идей было предпринято реализовать во время съемок, да, это и таймлапс, и, да, 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 все, на камеру работаю. И, да, чтобы показать огромный спектр, спектр услуг. Если бы не такое, как бы, скользкое начало, то, наверное, вообще было бы зачет. А может быть, это и была задача, чтобы добавить некой вирусности этому проекту. Ну, не знаю, как бы обращаться к Марго или нет, решайте сами. Я качалка. Ну, пожалуйста, товарищ, который зачет фильм, напиши, как тебя зовут, чтобы мне было проще тоже с тобой общаться, раз ты один из немногих, кто так активно сегодня поддерживаешь беседу. Да, буксир пишет, что сделать дикторское бы сопровождение, согласен. Ну, я бы это все, может быть, разбавил в интервью самой этой Маргариты. Либо, опять же, чтобы это было в формате видеокейсов с ее клиентами, да, в разных жизненных спортивных ситуациях. Круче всего, мне кажется, зашла бы история этого господина, накачанного его история, как он участвовал в каких-нибудь соревнованиях, что-то себе потянул, повредил, если это действительно так. И, соответственно, что вот потом он восстанавливался, что врачи от него отказались, он ходил к ней на массаж, и она его поставила на ноги. Вот это было бы лучше всего с документальными съемками этих соревнований. Опять же, с интервью с ним, с интервью с ней и дополнительными всяческими кадрами. Это было бы реально очень круто. Когда мы в свое время работали с известным стронгменом Михаилом Кокляевым, все, кто знает дядю Мишу, тоже в чатик плюс аните, мне будет приятно. Расчет по бартеру Эдуард подсказывает. Ну, возможно, возможно. Надеюсь, все, кто сегодня прислал работы на разбор, все, 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 все нас смотрят. Также, друзья, да, давайте двигаться дальше. Посмотрю, был ли, нет, сайта у Кирилла не было, поэтому двигаемся дальше. Так, пожалуйста, экран. Так, уже 30 мне коллеги подсказывают. Ставим 30. Вот при вас дайте экран, пожалуйста. Все, вот вы видите 30, все у нас по чесноку сегодня. Участник под номером 20 – это Олег Ковальчук. Так, смотрим. Все, супер, Олег условия выполнил. И смотрим видео, которое нам Олег прислал. Секундочку. 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 Продолжение следует... Прекрасно. Так, ну могу сказать точно то, что Олег меня очень приятно сейчас удивил. Очень классная, качественная работа, да. Имиджевое видео сегодня любимый жанр. Особенно все, что связано с индустрией красоты, с фэшн, со здоровьем. Да, классная работа. Коллеги, пожалуйста, запишите, как говорится, возьмите Олега на карандаш. Я думаю, это прекрасный автор, и мы обязательно с Олегом тоже попробуем поработать. Олег, пожалуйста, тоже выйди на связь, напиши нам. Ну, на самом деле, друзья, очень круто. Показано, собственно, и имиджевых кадров очень много, показано собственное производство, показаны собственные залы, да, где оказывается услуга. Ну, невероятно круто. У меня огромное хорошее впечатление осталось после этого ролика. Поэтому, друзья, обязательно, обязательно давайте делать с вами вот такие классные вещи, очень стильно, модно, молодежно. Даже нечего добавить. Все достаточно выверено и круто. Да. Эдуард, если я не ошибаюсь, ролик ты уже кидал. Давайте придерживаться условий нашего разбора, и мы будем еще его повторять, поэтому не переживайте, в следующий раз, значит, повезет нам с вами больше. Все, давайте двигаться дальше. Следующий участник у нас под номером три. Азат Амитов. Проверяем по традиции выполнение условия. Так, Азат у нас блогер. Все отлично, Азат выполнил условия. И смотрим ролик. Продолжение следует... Жизнь настолько быстро чеша, а счастье это мелько. Останавливайся. Нет, ну как бы, как говорится, плюс один за идею, да, друзья. Безусловно, идея классная. Не знаю, она пришла в голову Азату или, собственно, заказчику, хостелу, остановись. Ну, давайте будем объективны. По какому, вот это к вопросу, про вот этот вот пользовательский сценарий, про то, как аудитория взаимодействует с нашими, с вами роликами, да, и как вам важно смотреть. Нужно понимать, что где будет размещаться этот ролик, кто вообще целевая аудитория хостела. Явно те люди, которые, скорее всего, не живут в этом городе, они живут в другом городе. То есть они приезжают в хостел, соответственно, скорее всего, они ищут его либо на букинге, либо на Airbnb, либо на других сайтах, связанных с бронированием вот каких-то апартаментов, недвижимости, квартир, хостелов, гостиниц и прочего. То есть самым распространенным местом столкновения, предложения нашего клиента и аудитории являются вот такие площадки. Соответственно, я, к сожалению, не знаю, в какой это город. Я вот сейчас посмотрю специально из какого города у нас Азад. Да. Так, давайте тогда попробуем посмотреть на страничку личного Азада. Так, Азад, Азад, Азад. Азад у нас из Уфы. Соответственно, Уфа, я думаю, достаточно популярный туристический город. И, соответственно... Пу-пу-пум. Я бы, короче, Азад. Азад. И те, кто вот в таком ключе ролики делают. Конечно, плюс один за креатив. Перечислены смыслы. Честно, визуальный ряд мне не очень понравился. Очень как-то все размазано с точки зрения по времени. Можно было гораздо более емко это все показать. История запоминающейся с чернокожим парнем. Ну, наверное, просто реализация немножечко подкачалась. Сейчас еще раз промотаю. Ну, в целом, операторская работа хромает, да. То есть здесь была попытка создать вот этот эффект живой камеры за счет потрясывания. Но здесь это явно не очень удалось. И также достаточно простая графика на экране, которая сильно на себя перетягивает внимание. Ну, не знаю, я бы здесь доработал, конечно же, операторскую работу. Ну, и в конце достаточно тоже забавно. Ну, забавно, да. Это, наверное, ключевой эпитет. И в конце клише. Клише, каше можно называть по-разному. Поля, поля. Пожестче сегодня прям. Немного опознаю, но тут такое. Да, проект был скачан, а фото чисто в студии. Частично с инета. Я только начинаю двигаться. Так, друзья, все, кто получил сегодня, возможно, не самые хвалебные отзывы от меня, пожалуйста, не отчаивайтесь, потому что это всегда любая оценка любого творчества сугубо субъективна. Поэтому главное, чтобы каждый из вас не считал, что он поймал Бога за бороду, все время действительно объективно оценивал свой уровень развития в профессии и всегда стремился к большему. Потому что вот я по себе знаю, мы уже сколько, 8 лет, наверное, на рынке корпоративного видео делаем достаточно дорогие проекты. В среднем это от 250 и до 3 миллионов чек за наши проекты. И порой тоже открываешь ролик на следующий день после сдачи, смотришь и думаешь, ну что это такое? Я не хочу просто материться в эфире, но я думаю, каждый из вас примерно понимает меня как автора, как творца, визионера, с каким чувством порой пересматриваешь свою портфолио и даже хорошие дорогие ролики все равно через какой-то период кажется, что ну блин, здесь, здесь, здесь можно было получше. Поэтому мы абсолютно не звездим, не считаем то, что это самое best of the best, всегда есть к чему стремиться. Учимся у коллег, смотрим на другие продакшены, чего и вам советуем. Друзья, да, я сразу скажу, скажу то, что, пардоньте за наш сегодня скринкаст, да, то, что действительно у нас как экранка в кинотеатре. В следующий раз мы обязательно заранее подготовимся, будем знать тонкие места, да, и уже в следующий раз заранее скачаем все ваши ролики и будем выдавать их в эфир гораздо более в качественном формате, без тормозов. Все, давайте двигаться дальше. Экран, экран в эфир и генерируем новое число. Новое число у нас два. Удивительно, каким образом он работает. Мария Петухова, отлично. Марию я помню с наших онлайн-марафонов. Все, супер. Мария, спасибо за репост. И смотрим, что Мария нам прислала. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По своим канонам и правилам, поэтому лично мне понравилось, я думаю, целевая аудитория девчонки, в кадре девчонки, классная обувь, видно, что это брендирование, то есть конкретно производство этой марки. И, соответственно, я считаю, что все супер и этот ролик отлично работает, как раз он примерно в минутку, то есть можно предположить, что это инстаграм формат. Я думаю, все отлично, плюс достаточно ролик универсальный с точки зрения нарезки коротких видео, там по 15 секунд, где-то форматирование под вертикальную ориентацию. Я думаю, все прекрасно и заказчик остался очень доволен и оно отлично конвертирует в покупателей этой супер чудо обуви. Все, давайте двигаться дальше. И, соответственно, Маша нам также присылала ссылочку на свой сайт. Давайте вместе с вами ее сейчас посмотрим. Вот так, отлично. Сразу видно Машин творческий подход. Как минимум, точно мы уже запомним Машу благодаря вот такому-то яркому визуалу на первой же странице. Отлично то, что реализована карусель, так называемая карусель из работ, из скриншотов, из стоп-кадров. Отлично, давайте попробуем посмотреть работу. Все работают. Отлично. Так, ну над превьюшками я бы поработал, честно, да, потому что достаточно тяжело читать. Везде разные шрифты, это понятно, но все равно главное, чтобы это все читабельно было. И, ну действительно, я убежден, что превьюшка как ни что должна продавать, чтобы дополнительно мотивировать человека на просмотр видеоролика. Да, поэтому Маши рекомендации максимально продающий кадр выбирать. Это вообще, ну прям без обид, но трешак, вот такие превьюшки, заставки, думаю, уже давно никто не делает. Да, с точки зрения контактов, контакты все есть, адрес, опять же сотовый телефон, как бы чести нам с вами не делает, поэтому переходим все давайте на городские номера на сайтах, тем более если Маша себя позиционирует как студия. И, соответственно, вот эти вот счетчики внизу, Маша без обид, но это прошлый век, поэтому прямо сейчас же их убирай. Яндекс метрики вполне себе достаточно, Google Analytics. Давай еще раз чекнем стоимость услуг, посмотрим сейчас раздел. Здесь также, да, такой же отличный подход, то же самое, что мы видели с вами у Кости Орехова, когда мы здесь пишем конкретно цифры, Маша пишет цифры и, соответственно, дает понимание хотя бы некой ценовой вилки, да, на каждый из этапов. Я думаю, можно сделать здесь также онлайн-калькулятор, я даже нажму скачать бриф, отлично, бриф скачивается. Онлайн-калькулятор можно в будущем сделать с точки зрения описания процессов, скриншотов, прям здорово, классно. Прям сегодня день клубнички у нас еще, снимаем сцену, отлично. И давайте вот лично мне интересно, что такое блог в данном сайте, и я от себя прокомментирую. У нас две премьеры. Ну, объективно, друзья, это не блог, это скорее всего новости, да, и есть смысл такие штуки ввести в соцсетях, а здесь, например, просто подтянуть скрипт, который будет из того же Инстаграма, генерить сетку у вас на сайте, да, из самых актуальных постов. Плюс раздел блог на сайте, он всегда такой краеугольный камень. То есть, если у вас нету контент-менеджера, условно говоря, в штате, за штатом того человека, который для вас пишет контент, да, то есть для вашего блога, для ваших соцсетей, да, для соцсетей вашей студии. И, соответственно, нет смысла, как бы, гоняясь за неким стандартом индустрии, писать блог, и чтобы там было потом последний пост от мая 2017 года. Поэтому, друзья, вот это тот случай, без обид, конечно, Маша, когда отсутствие блога лучше, чем в его наличии. Поэтому не обманывайте себя, если вы понимаете, что у вас недостаточно ресурсов, чтобы вести блог, не нужно такой раздел делать на сайте. Также очень здорово то, что в правом верхнем углу ссылочки на соцсети, пожалуйста, покажите нам. Вот, видите, в правом верхнем углу ссылочки на соцсети, чтобы человек мог перейти легко в комфортную для него социальную сеть, на вас подписаться, посмотреть, следить за вами и принять решение. Ну и, соответственно, вот здесь какая-то непонятная превьюшка о компании. Я вижу, что здесь задняя часть какой-то очаровательной девушки, это точно в глаза бросается. К сожалению, больше ничего не разобрать. Видно, что какой-то съемочный процесс, но ничего не видно, поэтому я бы вообще в этот момент убрал. И здесь, когда о компании человек заходит на сайт и в раздел о компании, он хочет узнать подробнее историю создания. И, и, и. Здесь, по сути, так, все, вижу, вижу. Ну, да, видимо, здесь просто вопрос верстки. Да, я бы, честно, поднял блок с персоналиями, с личностями повыше. И, собственно, чтобы с этого начиналось. Ну и плюс достаточно много написано здесь текста, много букв, как говорили люди моего поколения. И я бы сделал это просто в горизонтальной ориентации, фотографии, описание человека, либо какая-то кнопочка подробнее, чтобы можно было провалиться в описании отдельно взятого человека. Потому что вижу, что люди все очень достойные в команде, очень круто, и, ну, на самом деле, читать очень некомфортно такую штуку. Если Маша хочет проверить, насколько я объективен, просто подключи Яндекс.Метрику, посмотри карту кликов, вообще, как люди себя ведут на веб-визор, как люди ведут себя на этой странице. И точно, мне кажется, они тексты не читают. Все. Поэтому быстренько, быстро пробежимся по главной странице, и все, и будем двигаться дальше. Так, так, так. Все, вот превьюшечки у нас. И, собственно, блог на главной странице, да, мая 2017. Я бы, зайдя на такой сайт и увидев блог на главной странице, подумал то, что студия, может быть, уже не функционирует, потому что давно обновлений не было. Все, поэтому пускаем экран, точнее камеру. Смотрим на чат, что у нас тут происходит. Так, 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 Мария в тренде. Михаил шутит, плохая музыка. Так, разная подача, где изюминка моего поколения. Да, Миша заценил шутеху. Все, давайте двигаться дальше. Друзья, давайте экран. Следующее число у нас число 7. По-моему, 7 у нас сегодня уже было. Давайте проверим. Ирина, 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 была у нас Ирина? Давайте посмотрим на Ирину. Так, мне коллеги подсказывают, Ирины не было. Так, смотрим выполнение условий стороны Ирины. К сожалению, Ирина нас не поддержала репостом. Ирина, прости. Двигаемся дальше. 8. Какой-то странный генератор. Ну, ладно. Все. Ну, как говорится, судьба есть судьба. Мне кажется, Антохе сегодня нужно еще в лотерею сыграть и в казино сходить. Мне кажется, мы к нему уже на страницу в третий раз попадаем. Так, 22, друзья. 22. Сергей Дмитриев. Все, Серега, идем тебя смотреть. Все, отлично. Улыбающееся лицо. Ростов-на-Дону. Да, у Сереги недавно денюха была. Поэтому, Серега, тебя с денюхой. Все, репостик есть. Смотрим теперь работу. Продолжение следует... Продолжение следует... Мне прям даже интересно, друзья, стало, сколько же просмотров у этого видео. Но, к сожалению, всего 1200. Давайте сейчас я отключу музыку, быстренько начало посмотрю, чтобы еще раз убедиться в правильности моей догадки. 13 секунд. Так, Серега, поехали. Видео прикольное. Видео прикольное. И до 13 секунды вообще было все классно с точки зрения эмоционально, с точки зрения стопроцентного попадания в аудиторию, потому что все родители, я уверен, умиляются, глядя на такое. Все было классно, пока в кадре не появилась гоупроха. Да, то есть нужно было... Не знаю... Бэкстейдж это, конечно, здорово, но я сомневаюсь, что тебе платят за создание бэкстейджа. Поэтому в данном случае, безусловно, если было целью показать, как подводная съемка конкретно происходит у тебя в студии, как она делает с тобой, то, наверное, здесь тема в полной мере раскрыта. Даже в конце очень приятно порадовал некий таймлапс того, как происходит монтаж в премьере у тебя в комнате на двух мониторах. В целом, я бы, честно, отрезал первые 13 секунд, влепил пэкшот, грудничковое плавание, и, я думаю, все были бы достаточно счастливы. Просто здесь, опять же, тем, кто у нас сегодня до конца будет, расскажу, почему так важен контекст. Важен контекст при презентации ваших работ для заказчика, для потенциального заказчика. Тоже немножко этот принцип раскрою, расскажу подробнее. Ну, друзья, сложно что-либо сказать про бэкстейдж. Если цель бэкстейджа показать, как это создавалось, как работает специалист, то, наверное, у тебя это получилось. Так, проверяем. У Сереги не было сайта, поэтому двигаемся дальше. Так, давайте экран. По-моему, номер 2 у нас был, там, по-моему, Мария была. 4. Странно, почему, почему у нас генератор игнорит людей за десятку. Так, смотрим, кто у нас номер 4. Сергей Петров. Идем к Сереге. О, отлично, отлично. Сергей нас поддержал. Спасибо, Сергей. И смотрим видео. Так, стоп. Это я. Меня зовут Леха, косико-хор. Такое продюсище получилось в детстве, когда спалил машину директора Штолова. Конец уже случайно. Но у меня как-то так всегда получалось. Сейчас мне уже 34 года, но продюсище так и осталось у меня. Да и я не смогу. Субтитры сделал DimaTorzok Да, да. Все, давайте пускать камеру в эфир. Телевене 2000-е кто-то пишет. Да, да, Сергей. К сожалению, сегодня мы не разбираем короткометражное кино и сериальные истории. Я думаю, ты сам прекрасно понимаешь, касаемо качества съемки продукта, касаемо вообще целей, задач, для чего он создавался. То есть у меня такой подход, что даже некоммерческие вещи, некоммерческие проекты, ну мне всегда важно при создании понимать, для чего я это делаю, чтобы понимать на то, насколько я смогу, на какие аспекты уделить внимание, чтобы это проект, это видео достигло своей цели. Конкретно здесь, к сожалению, всей предыстории не знаю, но оцениваться не возьму, потому что несмотря на то, что у меня есть в биографии несколько кинопроектов, которым я причастен в роли оператора постановщика, в роли сопродюсера, не берусь комментировать творчество в этом направлении. Поэтому сегодня мы, как я и говорил, исключительно разбираем коммерческие истории. Истории про корпоративное видео, про рекламное видео, про продающее и любые-любые его производные. Да, и Джейсон с этим отдыхает. Давайте генерить следующее число, вращайте барабан. Число 10 у нас, друзья, с вами. Кто у нас под номером 10? Шурик Забелин. Реально, я чувствую себя тем усатым мужиком, который кричит, да, вращайте барабан. Еще другой кричал, доставайте бочонок. Там 11 барабанные палочки, 22 лебеди. Два лебедя. Полина, люди твоего поколения. Все, друзья, видим то, что Шурик выполнил условия. Сразу скажу, друзья, касаемо Шурик и вот уменьшительно ласкательных и прочих, извините меня, погремух со школьной скамьи. Если вы профессионал, давайте дадим камеру, это очень важная вещь, касаемо самопрезентации, самоупаковки, позиционирования. Если вам нравится имя Шурик, ну вас назвали Александр, если я не ошибаюсь, вашим клиентам абсолютно не обязательно знать, что вы Шурик, да, и ценности вам как профессионалу это не добавляет. Возможно, если вы себя позиционируете как свой парень и продаете исключительно для таких же ребят, то, конечно, и в вашем городе это востребовано и оправдано, и вас все знают как Шурика. Возможно, тогда это играет вам на пользу. Во всех остальных случаях не стремитесь к уникальности ради уникальности, да, то есть я честно не знаю мотивов Александра, но мое мнение, да, что даже работая на частном рынке, вам совершенно не стоит как бы таким образом поступать. Поэтому вы профессионал, люди хотят вас видеть профессионала и хотят видеть то, что вы человек серьезно настроенный как минимум. Поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание, но это, как говорится, выбор каждого из нас. Поэтому все отлично, давайте посмотрим, что Александр для нас приготовил. Отличная превьюшка, мне уже нравится. Что значит управлять мечтой? Чувствовать надежность и уверенность каждый день, покоряя вершины и открывая новые пути. Здесь мы открываем возможности. Продумываем мельчайшие детали для того, чтобы вы могли комфортно и безопасно управлять автомобилем и достигать своих целей. С брендом номер один в мире. Что значит управлять мечтой? Будьте временем в высоком качестве топлива для вашего автомобиля. Мы предлагаем лучшее, чтобы построить лучшее будущее. Тойота и Корс. Вместе мы сможем. Мне кажется, вы уже можете постепенно складывать причинно-следственные связи между моими эмоциями и отзывами. Но начало хорошее. Начало хорошее. Мне понравилось. Единственное, непонятно для чего показывать было салон автомобиля. Если речь шла продать вот это некое, как было у Лукоил и Порше. Когда Порше рекомендует Лукоил, супер топливо какое-то. То здесь, друзья, непонятно для чего мужчина с компьютером делает диагностику автомобиля. Когда это новый автомобиль, непонятно для чего его ремонтируют. Сначала я думал, что это какое-то тюнинг ателье. Что сейчас скажут про уменьшенное время разгона, увеличенную мощность. Интрига интриговала. Что же нам сейчас продадут, что нам покажут. Потом вроде бы думаешь, что это рекламный ролик про автомобиль новая Камри. На самом деле, друзья, не понимаю, когда региональные автодилеры снимают ролики про новые автомобили. Потому что явно у них это получается хуже, чем у федералов. Поэтому на будущее такое лирическое отступление. Единственное, я бы посоветовал не снимать брендированный автомобиль, настолько заклеенный наклейками тест-драйв в ролике. Опять же, вечер у нас имиджевого видео сегодня. Мне на самом деле интересно, как они это используют, как они это крутят. Он длится минуту. Где они его показывают. Но опять же, внимание к мелочам. То есть автомобиль, выезжающий на встречку, явно не Камильфо. Даже на фоне такого офигенского заката. Объективно сложно что-либо прокомментировать. Вообще до конца не понимаю цели и задач, как это использовалось. Пожалуйста, напиши в чате, если ты нас смотришь. Понимаю то, что это желание клиента. И как многим кажется, мы даже должны слепо ему повиноваться. Но на самом деле это не так. Вы, как самый главный эксперт, обязательно всегда критикуйте идеи клиента, если вы видите в себе достаточно компетенции, экспертизы, и можете себя грамотно спозиционировать. Мы на нашем курсе учим продюсеров, как, собственно, выстраивать отношения с клиентами, чтобы снимать как можно меньше всякой вот, ну, бессмыслицы, да простят меня, некоторые из участников нашего разбора. Так, друзья, как настроение? Реклама в рекламе. Прикольно, да, сказал зачет фильм. Филмс. Друзья, давайте какую-то активность пошумим в чатике, да, чтобы я понимал, что вы не засыпаете, потому что когда мы делали рассылку, кто-то из ребят отвечал, что уже будет спать, кто-то еще на работе, совершенно с разных у нас часовых поясов сегодня зрители, участники нашего разбора, поэтому давайте вот в чате отметьтесь. Это Шурик. Саш, да, поэтому без обид, без обид, но Шурика давай сегодня же поменяем. Мне кажется, да, Георгий с нами, тоже Георгий, привет. Все отлично, давайте двигаться дальше. Смотрим с женой. Спасибо, Максим. Мне всегда нравится, когда наши участники еще вовлекают во всю эту историю жен. Кто-то у нас даже на онлайн-встречу, которая в декабре была в Москве, с нашими студентами, кто-то даже собирался с женой приехать. Никита, по-моему, Танклеевский. Все, отлично, вижу топливо специально для Тойоты. Кристина спрашивает. Кристина тоже наша студентка. Кристина, мне кажется, это топливо для Тойоты тоже. Для Тойоты тоже, иначе бы они не делали такие коллаборации. Но я сомневаюсь, что оно исключительно для Тойоты. Если заправить Ниссан, то он поедет как-то хуже. Все, пересматривай, Кирилл. Все, давайте двигаться дальше. Давайте экран в эфир. Вращаем барабан. Так, если я не ошибаюсь, это у нас Ирина. Ирина у нас сегодня уже была, да, по-моему? Да, был. Да, Ирина не сделала репост, Ирина без обид. 27. Так, 27 у нас не было еще. Кирилл Софиулин. Был тоже, ничего себе. 16. Кто у нас 16-й? Так, Дима Куворов. Давайте проверим, по-моему, был Дима у нас. Да, нескучный видеограф. Да, Димон у нас тоже уже сегодня в эфире был. Так, тогда вращаем барабан. 26. Так. Станислав Князев. Станислав. Так, со Станиславом мы еще не общались. Но, к сожалению, Станислав… Нет, Станислав все отлично. Супер, Станислав из Липецка. Отлично. Международный у нас. Получается с вами уже разбор. Так, не туда. Да, в конце немножечко больше внимания уделим сайтам, уделим кейсам. Да, друзья, к сожалению, это реклама ВКонтакте, а не шоурил. Ну, реклама за счет. Тик-так, освежи настроение. Все отлично. Тик-так, освежи настроение. Тик-так, освежи настроение. Отлично. Так, все, я думаю, можно давать меня в эфир. Станислав. Ну, первый вопрос, который хочется задать Станиславу, а не учился ли Станислав в мастерской Исаева? Да, мне кажется, я уже за версту начинаю чувствовать почерк. Опять же, друзья, почему так важно смотреть на свои работы с позиции аудитории? Потому что, как в случае с гипермаркетом мебели от Кости Орехова, который сегодня у нас был, все для всех. Соответственно, намешана и коммерция, и свадьбы, и ивенты, выпускные свадьбы и прочее. Поэтому без обид, но сборная солянка. Сборная солянка при этом, ну, как бы шоурилы тоже отдельный жанр, хотя можно даже здесь выносить отдельно какую-то информацию о тебе, Станислав, о тех направлениях, в которых ты создаешь видео, даже если бы мы рассматривали шоурил всех твоих направлений, да, и свадебные съемки и прочее, прочее, прочее. Но конкретно вот по моему опыту, что если заказчик ищет исполнительно на коммерческое видео, на видео для бизнеса, то наличие свадеб в портфолио скорее больше минус, чем плюс. Поэтому я всегда своих студентов призываю к тому, что отдельно разделяйте свадебное портфолио, да, делайте отдельный бренд под это, отдельный сайт, отдельную группу, отдельно делайте бренд под коммерцию. Потому что две этих вещи совершенно, это разноплановые, как вы знаете, их смешивать совсем не стоит. Совсем не стоит, можно в шоурил также добавить преимущества, да, ваше, можно указать оборудование, на котором работаете, вычленить все те смыслы, которые есть. Ну и, конечно же, лучше всего работает шоурил вместе со съемками вас, да. То есть вы можете быть неким проводником по этому шоурилу, давать небольшое интервью на камеру, поверх, перебиваясь кадрами из вашего шоурила, перебиваясь кадрами из видеоотзывов ваших клиентов с ключевыми тезисами. Но самая, конечно же, фишка это видеокейсы, да, когда не просто это набор кадров, а когда вы в вашем шоуриле перечисляете те проекты и тот экономический эффект, который они дали вашим клиентам. То есть если вы сделали видео, которое принесло клиенту, условно говоря, там продаж на там 3 миллиона, но и оно стоило там, условно говоря, там 30 тысяч, то, соответственно, этим нужно гордиться, это нужно тоже вводить во главу угла и нужно таким образом себя позиционировать как человека, специалиста, студию, которая создает видео, которая решает конкретные проблемы, которая способна приумножать те вложенные деньги, те инвестиции, которые ваш клиент вложил в этот проект. Поэтому обязательно следующим битком уже очень многие студии это поняли, то, что нужно формировать кейсы, создавать кейсы, упаковывать себя. И то есть как формат шоурил постепенно будет отмирать, да, вот такой вот, я бы сказал, это немой шоурил, да, который ничего кроме кадров не может показать, не может сказать. Все равно здесь нужно доносить определенный смысл и ваши преимущества, потому что клиенту, который абсолютно не разбирается в нашей с вами работе, очень тяжело на основании шоурила принимать какие-либо решения, да. И также, если у вас есть определенный опыт в коммерции, можно делать шоурилы в рамках даже отдельно взятых продуктов. То есть если вы круто снимаете производство, у вас много работ по производству, сделайте отдельный шоурил на производство, вы сделаете отдельный лендинг, посвященный тому, что вы круто снимаете производство, делаете конверсионные видео, которые повышают, да, продажи на производстве, помогают решать задачи. И, соответственно, этот шоурил про производственные ролики, где размещаете на этом сайте, посвященному производству, созданию фильмов о производствах. И, конечно, конверсия будет гораздо-гораздо выше. Поэтому благодарим Станислава. Станислав, спасибо тебе. Читаю ваши комментарии. Все, отлично, отлично. Двигаемся дальше. Пожалуйста, экран дайте нам в эфир. Так, 16, по-моему, у нас сегодня уже было, да. Так, единичка. Единичка была у нас тоже? Да, Константин Орехов у нас был сегодня уже, да. 11. Барабанные палочки. Эдуард. Так, подскажите, мы Эдуарда еще не разбирали? Видимо, Эдуард так часто мелькает, да. Эдуард один из активнейших подписчиков паблика «Суровый продакшн». Так, смотрим. Конечно же, да, Эдуард вместе с нами. Эдуард сделал репост, поэтому переходим на видео, которое для нас подготовил Эдуард. Так, все, вот вижу, Эдуард, видеозапись. Так, стоп. И открываем весь экран. Так, секунду. Давайте качество хотя бы вот до такого повысим. Но вот сразу хочу отметить Эдуарда еще вот в каком ключе. Секунду. Так, Эдуард. Если я не ошибаюсь, Эдуард один из тех немногих, который дал контекст именно для разбора будущего ролика. Прочитаю, что написано. Предлагаю для разбором продающий ролик. Для магазина, запчастей и техники. Это не портфолийный ролик. Скорее, работа над ошибками, так как таких у меня появилось немало. Такие ролики для снимаемых за 2 часа, монтаж около 3-5 часов, ценник 15 тысяч рублей. Заказчик доволен, лично я нет. Чего не хватает? Мои вопросы в правильном направлении он сделан. Что конкретно в нем не так? Как поднять чек, если условный договор на несколько роликов по 15 за штуку? Или этот ролик не стоит этих денег? Вообще всю правду матку. Было бы здорово, если бы это будет реально прямой эфир. Смотреть будет заранее. Спасибо. Эдуард, спасибо тебе хоть за какой-никакой контекст, в который ты нас погрузил. В идеале, конечно, друзья, я от вас ждал. Я от вас ждал неких вводных по каждому проекту, где вы опишите, что за цели, задачи клиент ставил перед вами, какую задачу перед этим роликом. Потому что именно из такого контекста нужно исходить при оценке любого видеопродукта. Поэтому более-менее понятен контекст. Давайте посмотрим ролик. Трактор не прикопив. Расход топлива минимальный. Огромный спектр навесного оборудования. Начиная от отвала, заканчивая почву фрезой. На нем вы без труда сможете вспахать свою почву, посадить картофель, посадить чеснок, все это вскопать, а зимой даже убрать снег во дворе. Вы не поверите, но эти трактора находятся в том же ценовом сегменте, что культиваторы или мотоблоки. Но на тракторе ты сделаешь намного больше работы и применишь минимум усилий. С ними ты наведешь порядок на своем участке и поможешь соседу. В любой уголок России. Ну что ты еще смотришь? Звони, заказывай, называй кодовое слово ScoutCTO и получай свой бонус, который ты сможешь выбрать сам. Друзья, да, сейчас как только наш эфир закончится, я без шуток с удовольствием бы позвонил, потому что по цене мотоплуга... Мотоблока. Все, давайте, пожалуйста, да, меня в эфир. Эдуард, ну на самом деле респектус в таком ценовом сегменте сделать такой ролик, это классно. Я буду параллельно для себя проматывать, чтобы на какие-то вещи обратить внимание, как можно его улучшить и, следовательно, как его можно удорожить в производстве для клиента. Потому что вот я на самом деле искренне ждал, когда начнется же графический блог, чтобы визуально до нас донести какие-то его технические преимущества, отличительные особенности этих проектов. Но вот он, к сожалению, только в конце, потому что достаточно было затянуто в каких-то моментах демонстрация узлов, агрегатов. Если бы ты это сопровождал какими-то всплывающими плашками, да, какой-то инфографикой, да, где вот те же самые технические аспекты доносил бы до зрителя, было бы гораздо круче, гораздо лучше, гораздо зрелищнее, не так, возможно, скучно было бы смотреть. Но, с другой стороны, нужно понимать пользовательский сценарий, да, как люди будут с этим видео взаимодействовать. Я думаю, те люди, которые начали смотреть этот ролик, они, скорее всего, его до конца досмотрят. Потому что, как бы, определенная теплая целевая аудитория, я думаю, его смотрит. Также огромный респектоз, скорее всего, вот этому очаровательному парню, который ведет этот ролик, выступает в роли ведущего, то, что в конце использовано так называемый промокод. То есть для маркетинга это очень важно, оценивать эффективность работы рекламных каналов. В данном случае, озвучивая промокод исключительно, только вот в этом видеообзоре, в других видеообзорах тракторов, да, если уже он сделает, ну, условно говоря, даже если номенклатура повторяется, например, из обзора в обзор, хотя в чем я сомневаюсь, само использование промокода только в видео, да, только, это уже круто, когда человек, позвонив в эту организацию, называет промокод, соответственно, менеджеры по продажам отмечают, что с этого источника, да, пришел клиент, и, соответственно, здесь вам, как продакшену, это очень круто, потому что в таком случае клиент понимает, сколько ему реально привело клиентов это видео, да, насколько он сделал суммарно потом продаж. И для вас это очень круто, вы можете из этого сделать кейс. Эдуард может на полном серьезе сказать, что видео за 15 тысяч рублей принесло нашему клиенту столько-то там, условно, миллионов рублей, да, то есть нужно дружить с клиентом, нужно общаться, нужно просить обратную связь уже потом, после там какого-то истечения времени, после публикации проекта, после продвижения проекта. Также, я думаю, очень круто такой проект двигать на Ютубе, да, чтобы те, кто интересуется темой вот такой садовой, огородной, сельхозтехники видели в рекомендуемых эти видео. На самом деле, можно, да, подработать здесь светокоррекцию. Не понравился мне общий план, который чуть сбоку. Понятно, что он такой некая панорама всех трех моделей, но как-то это очень криво выглядит. Я бы его посоветовал снять со стедикама, с того же самого. Плюс графика очень крупная, вот, по крайней мере, плашка в начале, подписывающая нашего спикера. Это тоже так. Поэтому внутрикадровая анимация, больше смыслов, в короткий промежуток времени, я думаю, все будет отлично. Сильно в детали уходить специально не будем, потому что так можно до утра сидеть. Я думаю, вкратце, как бы, основной посыл понятен. В принципе, достаточно неплохой ролик, тем более за такие деньги, это вообще пулемет, мне кажется. Как минимум, заказчик счастлив. Все, я смотрю, что у нас с вами здесь происходит, что вы пишете в чате. Парень харизматичен, да, но можно все равно еще с ним поработать. Все, отлично. Давайте двигаться дальше. Показываем экран. Да, пожалуйста, засеките, во сколько мы стартанули. Мы стартанули в 8-10. Следующий участник у нас под номером 12. Смотрим, кто у нас под номером 12. Друзья, у меня начинает некий символизм в нашем сегодняшнем разгоре поражать. Под номером 12 без обид Катюха Спрыгина. Ну, Екатерина, давайте посмотрим. Российская телевизионная и радиоищательная сеть. Катюш, спасибо, что вы с нами за репост, отдельный респект. Так, давайте двигаться тогда дальше. Смотрим, смотрим, смотрим. Так, то есть, получается, давайте немножечко пофантазируем. Сейчас у нас 2019, то есть Екатерине в этом году 25 лет. Кать, не знаю, честно, в каком направлении ты работаешь, как ты себя позиционируешь, как ищешь клиентов, но называть аккаунт ВКонтакте Катюха, ну, спорная тема. При всем уважении, безумно трогательное видео, но продолжать не будем, потому что было у нас условие, что мы разбираем исключительно, давайте дадим меня в эфир, разбираем с вами сегодня исключительно коммерческие истории, поэтому я думаю, что здесь совершенно иной жанр, и как-то его разбирать нет смысла. Это документальная, я бы даже сказал, семейная съемка, поэтому, к сожалению, мы здесь этим не занимаемся. Поэтому, Катюш, все равно спасибо, что ты с нами. Давайте генератор и вращаем барабан. Я думаю, еще пару человек успеем сделать. Успеем разобрать. Тридцатый номер у нас Андрей Кузьминов. Давайте посмотрим на Андрея. Так, супер, Андрей нас поддержал репостом. И смотрим. Так, Андрей, 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 а где же ссылочка на ваше видео? Так, коллеги, пожалуйста, проверьте, не присылал ли нам Андрей видео? Нет, не присылал мне, Александра подсказывает. Зато есть ссылочка на сайт. Так, отлично. Друзья, сразу не будем уходить во вкусовщину. Те вещи, о которых сегодня уже говорили, быстренько пробежимся. Андрей, безусловно, молодец, что есть городской номер. Респект. Кнопка заказать видео. Очень на видном месте в шапке. Также я посоветовал бы шапку сделать закрепом, закрепить, чтобы на всех страницах она была. Чтобы кнопка заказать видео, плюс достаточно яркий цвет. Круто, спасибо, отлично. Немножечко неисчитабельный список. Все для всех, но между тем это сразу бросается в глаза, и клиент может сразу для себя идентифицировать, что для него важно. Новая услуга, корпоративная поддержка тоже не останется незамеченной. Отлично. Форма захвата сразу же на главном экране. Наши работы, плюс удобный фильтр по категориям. Да, тоже огромный респект. О студии есть пруфы, видно, что это настоящая студия. Даже жмякну на нее. Отлично, кликабельная фотка. Не хватает только логотипа студии Illuminos. Надеюсь, правильно прочитал. Офигеть, даже меня захватывают в случае попытки ухода с сайта. Круто. Круто, немногие это делают в нашей сфере. Ха, ха, ха. Давайте посмотрим. Фух. Отлегло сразу. Увидел картинку, как на шоуриле у Кости Орехова. Сразу отлегло. Фух. Ну, собственно, о студии написано. Не хватает фоток с бэкстейджа. Я посоветовал бы добавить больше пруфов, больше самого Андрея в кадре, каких-то персонажей, ключевых лиц в данной студии. Как мы сегодня видели, по-моему, у Маши на сайте. Расписать, кто за что отвечает, какие-то регалии, было бы здорово. Даже если Андрей, Андрей, да, если я не ошибаюсь, работаешь, да, Андрей, работаешь один, наверняка у тебя все равно есть подрядчики, кого-то привлекаешь на монтаж, ассистенты, звукорежиссеры. Режиссеры. В любом случае с этими людьми можно договориться, их тоже разместить на своем сайте. В принципе, достаточно немного написано. Я бы здесь больше выделял не услуги, а конкретные направления. А вы видеокомпании? Ну вот, видео о товарах и услугах, видеопрезентации, этапы видеопродакшена, хорошо. Ну, очень, я бы посоветовал бы Андрею все равно своими фотографиями здесь все авторскими разбавлять, потому что это, ну, не знаю, меня лично сильно отталкивает, когда я вижу какие-то фотки из фотобанков. Отзывы, опять же, не знаю, насколько верят таким отзывам. Кстати, Павла я знаю лично, это тоже наш студент. Какое совпадение. Да, записывайте видео в отзывы, заполнить форму, давайте посмотрим. Ну, тоже неплохо, есть форма обратной связи. Наша команда, ну вот, прекрасно, Андрей, ну прекрасно же, тогда почему о студии этого нету? Я думаю, можно остальные страницы вообще снести, оставив только длинный лендинг на главной странице. Прекрасно. Вся команда, давайте посмотрим, кто у нас еще работает. Ну, да, фотки, фотки, перефоткайте. Я не буду объяснять, почему, но перефоткайте. Новогодние поздравления, статьи. Обучение школы и студии, отчетное видео по мероприятию. Посмотреть все. Да, кстати, все, видимо, у ребят тоже есть своя студия, студия школа, с чем я и поздравляю. Да, и советую все-таки даже если вы ведете блог, обязательно используйте авторский контент, авторские фотки, авторские скриншоты из ваших работ. Вот, в принципе, все ясно, не хватает кейсов. Кейсов было-стало, какая задача была у клиента, как помогли клиенту, обязательно в таком формате подавайте ваши работы, ваши проекты. У нас на курсе учим студентов, как грамотно описывать кейсы в формате кейсов. Полина, давайте дадим меня в эфир. Отлично. И давайте, наверное, уже, думаю, что последний участник у нас сегодня, номер 17. Резида Абузарова. Надеюсь, правильно прочитал фамилию. Все отлично. Есть репост. И смотрим на работу. Угу. Так. Все. Смотрим на этот видеоролик. Я считаю, успех моего клиента – это моя ответственность. Он пришел ко мне с возникшими проблемами. И моя задача – помочь ему в душе. Главное – не давать только теоретический материал и отправлять клиентов в свободные планы. А показать, как улучшить работу склада, используя мой 8-минутный опыт. Выявить все недостатки системы. Увеличить прибыль и максимально снизить издержки. Ключевую роль в моей работе играет индивидуальный поток. Нельзя налаживать работу каждого склада по шаблону. Каждый склад выникален. Важно обнаружить скрытые проблемы в системе и обнаружить недочеты в работе персонала. Важно знать, какие сотрудники приносят вам пользу, а какие еще увеличивают ваши расходы. Моей основной задачей является оптимизация работы складов в нашей стране. Вместе мы выведем складскую логистику Казахстана на новый уголь. Так, давайте меня в эфир. Так, так, так. Все, понятно. Смотрите, друзья, на самом деле хочу похвалить нашу очаровательную резиду. Снято действительно неплохо. Неплохо снято. Чего мне не хватило во всей этой истории. Конечно, можно поработать иначе с монтажом. В каких-то моментах, особенно на складе склейки, прям режут глаз. Обязательно стоит это доработать, если этот ролик планируется дорабатывать. Мне не хватило, опять же, выделения тезисов графически, да, чтобы усилить восприятие, да, пустить какие-то плашки. Также, если нет бюджета, используйте видеохайв. Пустить графически вот эти вот ключевые тезисы. То, что человек, эта компания помогает решить какие вопросы в оптимизации логистических комплексов, складов и прочего-прочего. Плюс, поскольку у нас весь ролик идет, повествование от лица нашего главного героя, мне не хватило его представления. Кто он, что он все-таки в конце хотя бы пустить такой-то, такой-то директор такой-то компании хотя бы. Или такой-то, такой-то эксперт в мире, в логистике с 2011 года. Какие-то, может быть, его персоналии, там, пустить также компании, с которыми он уже поработал, логотипы клиентов. В целом, приятное ощущение, также поработай, пожалуйста, со звуком, потому что в одном месте в серединке там очень резкий переход. Если это воспринимать как такую имиджево-продающую историю, то, в принципе, да. То есть достаточно музыка хорошо подобрана, спокойная, без излишнего пафоса, достаточно все вымерено-выверено. Сразу скажу, не будем уходить в кусовщину, можно бесконечное количество времени находить какие-то недочеты в любой работе, в любой даже нашей работе. Поэтому не будем в это уходить, я стараюсь все равно дать какие-то конструктивные замечания, как вы можете улучшить ваши проекты. Поэтому добавить графики, обозначить ключевые тезисы, поработать на монтаже, пересобрать некоторые склеечки, поработать со звуком, подписать спикера в конце, перед пэкшотом. И в целом будет достаточно неплохо. Так, как и обещал, вот здесь кто-то из ребят... Все, спасибо тебе. Да, 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 да. Да, мне коллеги подскажут, что еще есть сайт. Давайте посмотрим быстренько сайт. Я как зачарованный на этих девушек смотрю. Ну, огромный вопрос. Сразу небольшое лирическое отступление. Я считаю, что дьявол кроется в мелочах. И вот, к сожалению, вы на экранах у себя не видите адрес сайта. Это вебпредлайн.000webhostapp.com. Ну, как бы несерьезно, да. То есть даже если вы только в начале пути, обязательно заморачивайтесь вот за все вот эти вот мелочи, которые вам почти ничего не стоят. Это отдельный сайт, отдельный домен. Это не такие большие затраты. Это копейки по сравнению с тем, какие бюджеты. Даже на начальном этапе вы можете, с какие деньги зарабатывать видео. И это все, как бы, в целом формирует имидж вашей студии в глазах клиента. Поэтому на этом, я считаю, нельзя экономить. И вот здесь начинает отъезжать мозг. Когда одновременно включается огромное количество 8 роликов, и они все бьют по глазам. Каждый из них хочется посмотреть. Если уж такое было огромное желание, можно было это сделать пивками, там, из 5-8 кадров каждую. И не перегружать так сильно. Да, я бы вообще это все сделал просто превьюшками и при наведении описания. Да, да, здесь у нас все и рыба, и мясо в одном месте. И фотосессии, и видеосъемка, и свадебные клипы, и социальная реклама. Все, как мы с вами любим. Инстаграм прикручен, видно, fashion, it's my profession. Давайте хоть услуги посмотрим. А, ну это Windows, соответственно. Ну и контакты, соответственно, городской, не городской сотовый номер и почта. Да, то есть, даже если у вас нет офиса, поговорите, может быть, с какими-то лояльными товарищами, друзьями и разместите их офис. Сделайте корпоративную себе почту на вашем домене, который вы можете купить за, там, 100, 200, 300 рублей в год. И, соответственно, так же, как я говорил, делайте все городские номера. Все, возвращаемся быстро к чату. Смотрим, смотрим, смотрим. Немного сегодня времени удалось посвятить чату. Да, друзья, честно скажу, не люблю, когда вот такое возникает в чате. У нас были определенные условия, что мы будем исключительно опираться на генератор случайных чисел. Мы это условие исполнили. Поэтому, друзья, как и обещал, для всех, кто с нами сегодня до конца, почему так важен контекст ролика, да, я вот немножко приоткрою завесу тайны. Сейчас постараюсь быстро показать одну из страниц сайта, который мы сейчас готовим к запуску. Это наш новый сайт. Сегодня, к сожалению, мы не успели его бета-версию опубликовать. Сейчас, секунду, я быстренько найду и покажу вам, как мы сейчас готовим к запуску наши кейсы, наш сайт студии RuVision, новый сайт, потому что пора бы нам его уже обновить. Сейчас покажу, как это будет выглядеть у нас. Так, дайте, пожалуйста, сейчас подгрузиться в эфир, да. Сейчас у нас грузится превью на главной странице, на странице кейса. А что такое кейс? Это, грубо говоря, небольшая история про ваш проект в формате «Было-стало», когда, условно, была задача клиента, были определенные инвестиции в ролик, и был результат, экономический результат в деньгах. Также вы показываете кухню проекта, как это делалось. Для примера, да, потому что я считаю, что нужно не говорить, как делать, нужно показывать своим примером вот такой небольшой тоже пруф нашей экспертности. И у нас именно в таком формате ребята на нашем онлайн-курсе студии RuVision, школы RuVision, именно в таком ключе мы учим описывать кейсы проектов наших студентов. Смотрите, сразу ключевой вывод, ключевое, чем мы должны подкупить посетителя нашего сайта на начальном этапе, это громким заголовком, слоганом, да, то есть тем профитом, который этот проект дал нашему клиенту. То есть здесь конкретно это абсолютно реальный кейс, когда компания, заказав у нас ролик за миллион с копейками, еще даже до сдачи проекта, попросив у нас предфинальную версию, показала ее потенциальным клиентам из Европы, и они сделали заказ продукции на 15 миллионов рублей в Европу. Да, и то есть громкий заголовок, яркий кадр, обязательно привязка к тому результату, который клиент получил в деньгах, это прям бинго. Если вам удается все эти три составляющих собрать при описании кейса вашего проекта, это прям пулемет. Двигаемся дальше. Дальше идет преамбула, да, когда здесь мы опять же, то есть я убежден, что никакая коммуникация не должна быть случайной и просто так. То есть здесь нужно понимать то, что дальше пойдет речь про достаточно дорогой проект, и одна из задач, с которой к нам приходят клиенты, зачастую они этого не говорят слух, но мы это раскапываем при общении с ними, то, что задача удивить тех, кого сложно удивить. Это на самом деле такая косвенная выгода, да, но одно из тех любимых вещей, которые мне нравятся в нашей работе, потому что действительно это дает вам возможность бросить в очередной раз вызов себе, своим возможностям и сделать что-то новенькое. Небольшая преамбула. Дальше мы описываем, собственно, информацию о клиенте и о задаче. Прикрепляем скриншотики, чтобы показать, чем они занимаются и, собственно, какая была задача. Задача была у этого проекта максимально эффективно презентовать компанию на европейских и российских выставках, убедить потребителя в том, что NISMA является производителем, а не просто очередным посредником на конкурентном рынке. Да, и, соответственно, друзья, дальше мы рассказываем, как мы эту задачу решали. И, опять же, конечно же, наша с вами задача продать проект, который клиент захочет реализовать вместе с нами, надавив на определенные боли, да, то, что у него болит. И тем самым есть несколько форматов мотивации, мы знаем, у людей есть достигательная мотивация, есть избегательная мотивация. Когда мы говорим, что наш ролик позволит вам увеличить продажи, это достигательная мотивация, когда мы мотивируем клиента потенциального, да, к тому, что мы привнесем новые результаты. Также есть и обратная, да, мотивация избегательная, когда мы говорим, что он может потерять, чего он может лишиться, ошибившись, допустив ошибку при выборе подрядчика. То есть в данном случае мы говорим, что когда вам необходимо за три минуты произвести впечатление и на кону сделка на десятки миллионов рублей, второго шанса точно не будет. Да, поэтому я думаю, когда человек такое читает, да, адекватный предприниматель, он немножечко осознаннее начинает в этот момент подходить к выбору подрядчика для создания презентационного видео о своей компании, когда тем более у него высокие чеки, да, когда сделка может действительно быть на несколько миллионов рублей. То есть здесь экономия там даже в разрезе там сотен тысяч рублей, там сделать ролик за 500 тысяч или за 700 тысяч, то здесь экономия на самом деле уже такая, ну, несущественная, да, когда вы можете убедить клиента в том, что действительно есть смысл переплатить за те или иные творческие решения, технические решения, если это сможет дать профит какой-то визуальный, качественный, при донесении смысла до целевой аудитории. А дальше мы здесь в тексте доносим и тем самым продаем тот подход, почему мы делали этот проект именно таким. Мы его делали в партнерстве, в партнерстве с нашими друзьями, с Bay Production. Ребята нам помогали со съемочным этапом. Графику мы делали самостоятельно с привлечением специалистов по 3D. Ну и все, и дальше мы уже здесь доносим, собственно, объясняем, почему мы так сильно заморочились, почему мы делали ролик такой сложный с графикой и здесь обоснование. Учитывая, что фильм будет прежде всего транслироваться на европейских выставках, мы понимали, что будет весьма сложно удивить уже избалованного качественным видеозрителя, поэтому вариант со стандартным роликом отпал почти моментально. Ваша задача во всем этом разбираться тоже и уметь доносить вот эти все истины до вашей аудитории. Потому что это напрямую влияет то, за какой чек в итоге вы будете продавать свою работу, то сколько вам заплатят за такой проект. Все, соответственно, здесь обязательно идут кадры со съемочного процесса. Если у вас есть видео со съемочного процесса, это еще лучше. Если же нет, то хотя бы фото и обязательно подписывайте там те этапы, те процессы, которые изображены на фото, да, что происходит. Потому что клиент, честно, не всегда понимает в вашей работе. И поэтому любое-любое раскрытие процесса будет уже для него ценно. Дальше мы говорим, что при разработке идеи сценария мы строили сюжет, на принципе, от общего к частному, да, потому что вот сейчас, когда мы с вами этот ролик посмотрим, я скину ссылочку в чат, чтобы вы уже могли спокойно его посмотреть самостоятельно. Здесь мы пошли именно вот как в формате Discovery, да, кто-то, возможно, даже увидит отсылку к Моргану Фриману во всей этой истории. И мы здесь хотели пойти действительно от такого сверхобщего, от метафоры, от круга, от шара, и уже перейти к частному, конкретно к продукции, к предприятию этого производителя. Все, дальше мы объясняем, почему была выбрана идея с неким фронтменом, с неким рассказчиком, от лица которого идет повествование в проекте. Дальше вот как раз-таки про выделение самого значимого, про выделение главного, это то, почему нужно графикой подчеркивать те ключевые смыслы, которые важны для вашей аудитории. Повторюсь, важны не для клиента, а важны для аудитории, для зрителя, для тех людей, которые будут этот ролик смотреть. И здесь, собственно, у нас небольшая галерея, где мы прикрепляем те кадры, на которых мы добавляли графику. Да, на нашем курсе мы учим наших студентов упаковывать себя совсем не хуже. Да, поскольку графике в этом проекте уделено очень много внимания, поэтому здесь отдельно самые зрелищные кадры графических сцен мы отдельно заскриншотили и сделали вот такую вот карусель. Вот такая вот карусель у нас с самыми зрелищными кадрами. И двигаемся дальше. Ну и, соответственно, немножечко по заигрыванию со зрителем, с посетителем. Не будем вас больше томить, усаживайтесь поудобнее, запаситесь попкорном. Такая шутеха. И приятного просмотра. Будем ждать ваших отзывов. Идет, собственно, сам ролик. И, конечно же, здесь, когда человек посмотрел, какая-то огромная работа была проделана, когда он все это видит, здесь мы даем небольшую статистику, сколько была команда проекта, как долго это все создавалось, как долго длился съемочный этап, ну и небольшая техническая информация, что один терабайт видео занимают исходники. Ну и, конечно же, поскольку у нас с вами экспертный бизнес, то нужно продавать себя, продавать свое лицо, да, чтобы формировать вот этот вот личный бренд собственный. Поэтому обязательно в конце вас, как продюсера, как руководителя студии, небольшая цитата, да, небольшая такая вот заключительная часть касаемо этого проекта. И в любом проекте, в любой коммуникации всегда должен быть следующий шаг. Вы должны всегда клиенту давать, не оставляйте его с непониманием, а что от него требуется дальше, он посмотрел и что, обязательно давайте ему следующий шаг. Конкретно понравилось, давайте обсудим ваш проект. Дайте форму обратной связи, где человек понимает, что вы перезваниваете через 15 минут и обязательно держите взятые на себя обязательства. Если вы часто бываете на съемках, не можете ответить, не поленитесь, возьмите себе там менеджера по продаже, не обязательно, это должен быть бог продаж, это может быть просто человек, который будет отвечать хотя бы на звонки, даже не ездить с вами на встречи, хотя бы отвечать на звонки по тем скриптам, которые вы для него напишите. Студентам нашей школы мы даем эти скрипты, чтобы сэкономить их время. И, собственно, посмотрите другие наши кейсы. Здесь мы, опять же, если человек, например, не оставил заявку, то есть если вы не смогли его в ходе вот этого вот описанного подробно эмоционального кейса, не смогли его убедить, то убедить оставить заявку. Если он заявку, например, не оставил, либо оставил, чтобы не отпускать его с сайта, чтобы он еще больше проникся к вам и убедился в вашем профессионализме, обязательно давайте навигацию на другие работы ваши. То есть здесь можно тематически подбирать по жанру, по сфере деятельности, подбирать похожие проекты в вашем портфолио и также его, грубо говоря, не отпускать, чтобы он еще больше и больше проводил времени на вашем сайте. Также обязательно контактный блок, как и говорил, городской номер, корпоративная почта, да, никакие там Лерика 86, Собака, Яндекс.ру, обязательно корпоративная почта на вашем домене, обязательно адрес офиса, можно написать график работы офиса и форма обратной связи. Если у человека остался вопрос, именно он считает, что это как вопрос и не готов оставлять заявку, по сути, это эквивалентные формы, то, соответственно, он может отправить вопрос. Для вас любая возможность как-то идентифицировать клиента и с ним связаться уже круто. Соответственно, вверху навигация, и, как я и говорил, и, как я и говорил, кнопка заполнения брифа очень важна на верхней странице вашего сайта, и заказать звонок, яркая кнопка, красная в данном случае, плюс, как вы видите, независимо от того, на каком блоке нашего с вами сайта, кейса мы находимся, здесь всегда шапка закреплена, и человек всегда может переключиться на любой интересующий его раздел, кликнуть на сайт и запустится звонилка, если это, например, какой-то установлен софт для звонков, то, соответственно, это очень круто. Он в любой момент может взять трубку, набрать номер телефона, оставить заявку, заказать звонок. Да, надо прописать просто эти все идентификаторы здесь. Ну вот, друзья, и представьте, что вот такую вот развернутую историю вы можете написать по каждому вашему видеопроекту. Давайте камеру в эфир, будем финалить наш сегодняшний разбор. Друзья, как вам описание кейса, который мы сделали для КПК НИСМА? Как и обещал, сейчас прикреплю ссылочку на этот ролик, если вы до сих пор не видели его, чтобы вы потом могли спокойно его посмотреть, пересмотреть. Серебровский, да, у нас был на проекте «Неометрия», который мы снимали в Краснодаре. Генератор, генеральный директор. Так, 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 друзья, читаю, читаю чат. Как вам зашло? Давайте по пятибалльной шкале оцените. Как вы считаете, насколько такие подробные кейсы продают? Насколько человек, когда потенциальный ваш клиент зашел и ознакомился со всем этим, насколько больше шансов, что он гораздо яснее представляет, чем вы занимаетесь, как вы относитесь к делу, сколько времени, сил вы тратите на проекты, что вообще кроется за всеми этими кадрами, работа, какого количества специалистов. Я считаю, что это невероятно круто, и будущее маркетинга в нашей с вами сфере, это как раз таки кроется исключительно вот в таких вот историях. Стремитесь это делать в видеоформате, да, потому что, как мы знаем, никто уже не хочет читать, никто не хочет читать тексты, смотреть фотки, все хотят смотреть видео, поэтому обязательно следующим витком уже будет больше видеокейсов таких вот в нашем портфолио. К сожалению, не всегда просто доходят руки до этого, но мы к этому стремимся. Есть у нас также фильмы о фильмах, как мы снимаем наши проекты. Я думаю, что даже тоже вам смогу его сейчас для примера скинуть в чат, если вы до сих пор не видели. Секундочку. Вот такие вот видео-бэкстейджи, которые я вам сейчас отправлю, это очень крутая штука, она очень круто работает на продаже. Да. Виктор Манин пишет в чате, имха, все же ролик нужно давать в начале, потому что иначе это выглядит как попытка больше добавить веса ролика. Совершенно верно, Виктор, ты все правильно понял. И почему, собственно, я обещал вам в конце нашей трансляции рассказать про как раз-таки значимость контекста, да, то есть ваш ролик вырванный из контекста без описания целей, задач, без описания того, с чем компания занимается, какая у нее проблематика была, которую вы решали проектом. Это абсолютно ни о чем не говорящий проект. То есть клиент, когда вы не даете ему контекста, да, ваш потенциальный клиент, посетитель вашего сайта, вашей группы, у него недостаточно опорных точек, да, для объективной оценки вашего проекта. Он не понимает, сработал он, не сработал. Он просто его расценивает как набор красивых картинок, потому что вы его, ему другие правила игры не обозначили. И чем больше вы таким образом клиента, зрителя погружаете в ваш производственный процесс, в задачу, по сути, вы тем самым как бы разворачиваете ваш ролик в обратной последовательности. Вы говорите, была такая задача, мы придумали такую идею, взяли в качестве ключевого элемента там шар, и вы тык-тык-тык по шагам, и то есть в данном случае посетитель вашего сайта становится неким уже соучастником в этом проекте. Он также начинает проходить все этапы и уже по-другому совершенно воспринимает ваш проект. Поэтому, друзья, обязательно, обязательно, только в таком ключе стремитесь описывать ваши проекты в формате видеокейса, в формате кейса. Уже заговариваюсь, да. Здорово, и нужно после. Все, поэтому, друзья, здесь на свое усмотрение. Я никого не буду переубеждать, все люди взрослые. В заключении, перед тем, как мы с вами попрощаемся, хочу вас поблагодарить за то, что вы сегодня с нами провели эти два с половиной часа со мной, с ребятами, которые эту прямую трансляцию помогли организовать. Это Полина, Саша, спасибо вам огромное. Друзья, да, всех приглашаю в нашу онлайн-школу, школу RuVision Pro. Ссылочка у вас есть на наш сайт. Обязательно переходите, смотрите, знакомьтесь с программой. Учим, в том числе, упаковывать свое портфолио. Учим делать классные сайты продакшеном. Буквально у нас через неделю будут новая партия выпускников, кейсов. Следующий набор в группу, многие мне писали в личку, он будет в феврале. Какой конкретно дату сказать не могу, это зависит от того, как быстро сейчас у нас наполнится в группу. В группу возьмем не больше 20 человек. Поэтому, друзья, все, кто хотел вписаться в обучение сейчас, потому что как раз самая пора для этого, сейчас некое затишье перед бурей, как я называю, некий не сезон для продакшенов. То есть достаточно немного проектов у многих студий, и поэтому есть возможность сейчас как раз учиться. Многие ребята, кто мне писали, говорят, жалко поздно узнали, потому что уже вписались в 2 или в 3 параллельно обучения. Поэтому, друзья, ничего страшного в том, что учиться сразу в нескольких образовательных проектах, мне кажется, это наоборот, возникает эффект синергии, когда вы можете из разных источников взять информацию, переработать ее и действительно сделать наилучший результат. Поэтому, друзья, спасибо вам. Напишите, как вам понравилось сюда в чат. Мы также будем очень благодарны вам за отзывы под этим, за комментарии под трансляцией, которая у нас также будет выложена в записи в группу. Давайте я прямо сейчас сюда скину ссылочку на пост. Пожалуйста, под ним напишите ваше впечатление, насколько было полезно, насколько интересно, что вы примените в своей работе после нашего сегодняшнего разбора. Пишу специально, чтобы никто не потерял ссылочку. Хочу действительно, друзья, сделать такие разборы еженедельными, чтобы нам с вами чаще встречаться, чтобы еще больше действительно пользы я мог дать нашему профессиональному сообществу. Соответственно, на следующей неделе, я думаю, тоже в таком формате соберемся. Напишите, что понравилось, что не понравилось, что стоит улучшить. Вообще, насколько актуальна и полезна была информация. Давайте в чатик, пожалуйста, напишите, как кому взошло, чтобы девчонки пока не разошлись по домам, которые мне здесь в нашем новом офисе поздним вечером помогают, чтобы видели, что есть определенная благодарность с вас, обратная связь. Напишите прямо сейчас в чатике на ютубе и давайте с вами встречаться чаще. Кто не подписан на суровый продакшн, подписывайтесь. Я думаю, буквально завтра, послезавтра выходит новая бомбическая статья. Поэтому спасибо за то, что вы с нами. По традиции с вами был Алексей Левин, студия RuVision. Все, всех ждем у нас на обучении, всех ждем в паблике и до встречи в эфирах через недельку на крутых движухах в онлайне, которые мы будем для вас мутить все больше и больше. Все, поэтому всем респектус, спасибо, что вы были с нами. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok